Эффективные кремы для роста волос. Принцип действия и советы по выбору. Выпадение и замедление роста волос давно стало ощутимой проблемой и мужчин и женщин. В какой-то момент мы сталкиваемся с тем, что волосы начинают выпадать плохо, отрастают, теряют внешнюю привлекательность. Происходит это в силу разных обстоятельств, но как же восстановить густую шевелюру, какие кремы для роста волос самые действенные? Об этом расскажем подробнее. Апостров, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Принцип работы, принцип действия всех средств для роста волос – это укрепить и активизировать волосяные фолликулы. В состав кремов входят вещества, улучшающие кровообращение кожи головы, а также питательные элементы. Иногда для лечения облысения используют стероидный состав, однако, чаще всего он имеет непродолжительное действие и эффективность весьма невысока. В каких случаях применяется используют эти средства для роста волос на голове, чтобы избавиться от их выпадения. Также производители этих продуктов обещают отличный ухаживающий эффект. Пряди должны стать упругими, более сильными, иметь здоровый вид. Применяют кремы для сухих, ломких, безжизненных волос, уставших от окрашивания, сушки фенами и утюжками, находящимися в состоянии стресса. Также большинство этих средств борется с перхотью, питают кожу головы, активизируют фолликулы и стимулируют появление новых противопоказаний. Противопоказаний у кремов обычно нет, кроме повышенной чувствительности конкретного человека к каким-то компонентам в составе средства. Внимательно читая состав можно понять, есть ли что-то неприемлемое, подходить к этому нужно индивидуально, например, во многих продуктах. Есть вещества, раздражающие кожу, для активизации фолликул и улучшения кровообращения перед цедрой. Обзор средств на сегодня косметологии и медицина предлагает такой широкий спектр продуктов по уходу за волосами, что сложно выбрать своих средствах. Конечно, стоит попробовать не один крем, прежде чем остановиться на чем-то наиболее подходящем. Предварительно стоит изучить информацию о наиболее популярных, натуральных и действенных средствах для роста волос. Кара интенсивная крем-маска укрепляет, усиливает рост шевелюры, уменьшает ломкость, придает блеск. После использования прекращается выпадение, облегчает расчезывание и укладку. В составе черные сапропелли, витамины, фолиевая кислота, гуаминовые кислоты – все это активизирует фолликулы, улучшает кровоснабжение кожи, стимулирует рост прядей. Глина и грязи освобождают активные составляющие при повышении температуры, поэтому самый большой эффект получается при укутывании головы и поддержании тепла. Применение – нанести на волосы под целлофановую шапочку, сверху укутать. Держать до 40 минут, смыть как обычно, при необходимости промыть два раза. Использует раз-два за 7 дней. Средство не жжет кожу, есть лишь согревающие ощущения, дискомфорта нет. Объем 300 мл, экономичность средняя, цена 380-480 рублей. Хималэ натуральное аюрведическое средство, с протеинами, дает результат после первого же использования. Этот индийский крем предназначен для тусклых, безжизненных волос, утомленных окрашиванием и сушкой, склонных к выпадению. Витамин Е в составе комплекса экстракт проростков пшеницы питает и поддерживает шевелюру, стимулирует фолликулы. Растение амла служит для регенерации, увлажнения, поднятия тонуса кожи и волос. Применение наносят на сухие пряди и кожу головы, массируют, держать надо до получаса, затем смыть. Смывается легко, объем 175 грамм, цена в среднем 270 рублей. Редкин эффективный крем-маска Керафилстимоксиден 5% для улучшения внешнего вида и состояния шевелюры, активатора роста. Препарат увеличивает количество новых волосков, питает фолликулы. В составе средства ментол, охлаждающий и успокаивающий кожу, активизирующий кровообращение керамиды, укрепляющие пряди, предотвращающие ломкость, стимоксиден, активатор роста СПИ, минус 94, питательное вещество. Применение наносится крем для роста каждый день на кожу головы, прикорневую зону и сухие либо влажные пряди, особенное внимание. Прикорневым участкам, а также проблемным зонам. Волосы делят на сектора, для каждого берется одна пипетка средства. Промассировать, смывать не нужно. Объем 90 мл, цена 2000 рублей. Экономичность высокая. Мы уверены, вам будет интересно узнать о видах стимуляторов роста волос, их достоинствах и недостатках. Подробнее о них читайте на нашем сайте. Либел в составе крема Медкомплекс клеточных мембран Белый Лимнантис. Очень хорошо впитывается, не оставляет на волосах ощущение жирности. Пряди становятся гладкими, блестящими, упругими. Средство снимает статику. Применение – разогреть крем в руках, нанести на влажные чистые пряди, на длину, держать 5-7 минут, смыть как обычно. На кожу головы не наносится. Можно использовать каждый день. Достаточно экономичен в использовании. Объем – 200 мл. Цена – около 1700 рублей. Хайр Витал – это итальянский продукт. Представляет собой крем-маску. Очень хорошо работает на сухих, окрашенных, истощенных волосах. Возвращая. Ему пругость, блеск, усиливая рост. После процедуры волосы становятся гладкими. Без проблем расчезываются. Блестят. Имеют объем. Не увеличивает жирность корней. Действительно положительно влияет на рост шевелюры. В составе есть мед-экстракты черного ореха. Препятствует расщеплению концов. Применение наносится на влажные вымытые волосы. Расческа распределяется на длину. Время действия – 3-5 минут. Смывается тщательно водой. Стоимость – 200-250 рублей. Объем – 150 мл. Есть дозатор использования средней экономичности. Веда-ведика – этот индийский крем стимулирует рост шевелюры. Укрепляет пряди. Защищает от негативного воздействия внешней среды. Это природный аюрведический продукт для лечения, восстановления волос. Не только стимулирует рост, но и улучшает структуру. Упреждает появление седины. Избавляет от перхоти. Может выступать как укладочное средство. Применение – нанести на корни, помассировать. Далее нанести на волосы по длине. Выдерживать от часа до 12 часов. Смывается специальным порошком из этой серии или шампунем. Цена – около 250 рублей. Объем – 50 грамм. Домашние рецепты. Лучший подход. Проблеме выпадения и плохого роста волос. Сочетание природных и косметических средств. Ланолин ово из череда. Измельченную траву череды. Два стакана. Л. Залить спиртом 100 грамм. И настаивать, периодически встряхивая, 7 дней отсыдить. Столовую ложку этого настоя с 30 грамм ланолинового и 30 грамм детского кремов. Использует средство раз в 7 дней. После нанесения укутывают и выдерживают около 20 минут. Дальше моют голову, как обычно. Желточный с чесноком желтого куриного яйца смешать с чайной ложкой чеснока и оливкового масла. Втирать в кожу головы. Держать в укутанном виде до 20 минут. Смывать подраточной теплой водой. Применять раз в 7-8 дней. Кокосовый с лимонным соком. Стакан кокосового молока смешать с соком одного среднего по размеру лемона. Поместить в холодильник. Охлаждать до появления пленки. Нанести смесь на волосы и держать минут 20, обернув волосы полотенцем. Это помогает лучшему проникновению крема. Смыть обычным методом. Использовать регулярно раз в неделю курс месяц. Эффект от использования. Применяя кремы для ухода регулярно можно добиться мягкости и упругости пряди. Красивые и здоровые шевелюры. После процедур упростится расчесывание и укладка, а также укрепляется луковица. Волоски будут быстрее отрастать, долго сохраняя внешнюю привлекательность. Плюсы, легкость нанесения, доступная цена, отсутствие необходимости частого применения, длительный эффект от процедур для домашних рецептов, доступные ингредиенты, упрощение, расчесывание, укладки, имеет хорошую структуру, минусы подбирать средства нужно индивидуально. Путем проб и ошибок, так как разным волосам подходит, что то свои отзывы по одному и тому же продукту могут быть восторжены и резко отрицательны от некоторых средств. При неправильном использовании пряди могут выглядеть тусклыми, утяжеленными, действенные продукты могут стоить довольно дорого. Использовать кремы для ухода за волосами весьма эффективно, пряди становятся здоровее, приобретают блеск, значительно меньше выпадают и заметно прибавляют в росте. Натуральные компоненты не несут с собой излишней химии, не утяжеляют волосы, не оставляют тусклую пленку. Рекомендуется использовать средства линейками от одного производителя из одной серии, так как там оптимально подобраны все компоненты, дополняющие друг друга и взаимно усиливающие воздействия. А вы знали, что воплотить в жизнь мечту о длинных и сильных локонах можно без походов к профессионалам? Воспользуйтесь эффективными масками из народных средств, хлебных масок для роста волос, дегтярного мыла, яблочного уксуса, масок для волос с творогом, свежих огурцов, натурального меда, луковых масок для роста волос, горчицы. Лучшие средства для роста волос Супермаска для роста волос Принцип работы Принцип действия всех средств для роста волос – это укрепить и активизировать волосяные фолликулы. В состав кремов входят вещества, улучшающие кровообращение кожи головы, а также питательные элементы. Иногда для лечения облысения используют стероидный состав, однако, чаще всего он имеет непродолжительное действие и эффективность весьма невысока. В каких случаях применяется используют эти средства для роста волос на голове, чтобы избавиться от их выпадения. Также производители этих продуктов обещают отличный ухаживающий эффект пряди, должны стать упругими, более сильными, иметь здоровый вид. Применяют кремы для сухих, ломких, безжизненных волос, уставших от окрашивания, сушки фенами и утюжками, находящимися в состоянии стресса. Также большинство этих средств борется с перхотью, питают кожу головы, активизируют фолликулы и стимулируют появление новых противопоказаний. Противопоказаний у кремов обычно нет, кроме повышенной чувствительности конкретного человека к каким-то компонентам в составе средства. Внимательно читая состав можно понять, есть ли что-то неприемлемое, подходить к этому нужно индивидуально, например, во многих продуктах. Есть вещества, раздражающие кожу, для активизации фолликул и улучшения травообращения перед цедрой. Закрывающая круглая скобка. Обзор средств. На сегодня косметология и медицина предлагают такой широкий спектр продуктов по уходу за волосами, что сложно выбрать свои средства. Конечно, стоит попробовать не один крем, прежде чем остановиться на чем-то наиболее подходящем. Предварительно стоит изучить информацию о наиболее популярных, натуральных и действенных средствах для роста волос. Кара интенсивная крем-маска укрепляет, усиливает рост шевелюры, уменьшает ломкость, придает блеск. После использования прекращается выпадение, облегчает расчезывание и укладку. В составе черные сопропелли, витамины, фолиевая кислота, гуаминовые кислоты, все это активизирует фолликулы, улучшает кровоснабжение. Кожа стимулирует рост прядей. Глина и грязи освобождают активные составляющие при повышении температуры, поэтому самый большой эффект получается при укутывании. Головы и поддержание тепла. Применение Нанести на волосы под целлофановую шапочку, сверху укутать. Держать до 40 минут, смыть как обычно, при необходимости промыть два раза. Использует раз-два за семь дней. Средство не жжет кожу, есть лишь согревающие ощущения, дискомфорта нет. Объем 300 мл. Экономичность средняя, цена 380-480 рублей. Хималэ натуральное аюрведическое средство, с протеинами, дает результат после первого же использования. Этот индийский крем предназначен для тусклых, безжизненных волос, утомленных окрашиванием и сушкой, склонных к выпадению. Витамин Е в составе комплекса экстракт проростков пшеницы питает и поддерживает шевелюру, стимулирует фолликулы. Растение амла служит для регенерации, увлажнения, поднятия, тонуса кожи и волос. Применение наносят на сухие пряди и кожу головы, массируют, держать надо до получаса, затем смыть. Смывается легко, объем 175 грамм, цена в среднем 270 рублей. Редкин эффективный крем-маска Керафилстимоксиден 5% для улучшения внешнего вида и состояния шевелюры, активатора роста. Препарат увеличивает количество новых волосков, питает фолликулы. В составе средства ментол, охлаждающий и успокаивающий кожу, активизирующий кровообращение, керамиды, укрепляющие пряди, предотвращающие. Ломкость стимоксиден, активатор роста СПИ. Минус 94 питательное вещество. Применение наносится крем для роста каждый день на кожу головы, прикорневую зону и сухие либо влажные пряди. Особенное внимание. Прикорневым участкам, а также проблемным зонам. Волосы делят на сектора, для каждого берется одна пипетка средства. Промассировать, смывать не нужно. Объем 90 мл. Цена 2000 рублей. Экономичность высокая. Мы уверены, вам будет интересно узнать о видах стимуляторов роста волос, их достоинствах и недостатках. Подробнее о них читайте на нашем сайте. Лебел в составе крема медкомплекс клеточных мембран белый лимнантис. Очень хорошо впитывается, не оставляет на волосах ощущение жирности. Пряди становятся гладкими, блестящими, упругими. Средство снимает статику. Применение. Разогреть крем в руках, нанести на влажные чистые пряди, на длину, держать 5-7 минут, смыть как обычно. На кожу головы не наносится. Можно использовать каждый день. Достаточно экономичен в использовании. Объем 200 мл. Цена около 1700 рублей. Хайровитал это итальянский продукт. Представляет собой крем-маску. Очень хорошо работает на сухих окрашенных истощенных волосах. Возвращая им упругость, блеск, усиливая рост. После процедуры волосы становятся гладкими, без проблем расчесываются, блестят, имеют объем. Не увеличивает жирность корней. Действительно положительно влияет на рост шевелюры. В составе есть медэкстракты черного ореха. Препятствует расщеплению концов. Применение. Наносится на влажные вымытые волосы. Расческой распределяется на длину. Время действия 3-5 минут. Смывается тщательно водой. Стоимость 200-250 рублей. Объем 150 миллилитров. Есть дозатор использования средней экономичности. Веда-Ведика этот индийский крем стимулирует рост шевелюры, укрепляет пряди, защищает от негативного воздействия внешней среды. Это природный аюрведический продукт для лечения, восстановления волос. Не только стимулирует рост, но и улучшает структуру, упреждает появление седины, избавляет от перхоти. Может выступать как укладочное средство. Применение. Нанести на корни, помассировать, далее нанести на волосы по длине, выдерживать от часа до 12 часов. Смывается специальным порошком из этой серии или шампунем. Цена около 250 рублей. Объем 50 грамм. Домашние рецепты. Лучший подход в проблеме выпадения и плохого роста волос. Сочетание природных и косметических средств. Ланолиновый с чередой измельченную траву череды 2 стакана. Л. Залить спиртом 100 грамм и настаивать, периодически встряхивая, в 7 дней отсыдить. Столовую ложку этого настоя с 30 грамм ланолинового и 30 грамм детского кремов. Использует средство раз в 7 дней, после нанесения укутывают и выдерживают около 20 минут. Дальше моют голову, как обычно. Желточный с чесноком желтого куриного яйца смешать с чайной ложкой чеснока и оливкового масла, втирать в кожу головы, держать в укутанном виде до 20 минут. Смывать подраточной теплой водой. Применять раз в 7-8 дней. Кокосовый с лимонным соком стакан кокосового молока смешать с соком одного среднего по размеру лемона поместить в холодильник. Охлаждать до появления пленки, нанести смесь на волосы и держать минут 20 обернув волосы полотенцем. Это помогает лучшему проникновению крема. Смыть обычным методом использовать регулярно раз в неделю курс месяц. Эффект от использования, применяя кремы для ухода регулярно можно добиться мягкости и упругости прядей, красивые и здоровые шевелюры. После процедур упростится расчесывание и укладка, а также укрепляется луковица, волоски будут быстрее отрастать, долго сохраняя внешнюю привлекательность. Плюсы, легкость нанесения, доступная цена, отсутствие необходимости частого применения, длительный эффект от процедур для домашних рецептов, доступные ингредиенты, упрощение расчесывания, укладки, имеет хорошую структуру, минусы подбирать средства нужно индивидуально. Путем проб и ошибок, так как разным волосам подходит что-то свои отзывы по одному и тому же продукту могут быть восторжены и резко отрицательны от некоторых средств. При неправильном использовании пряди могут выглядеть тусклыми, утяжеленными, действенные продукты могут стоить довольно дорого. Использовать кремы для ухода за волосами весьма эффективно, пряди становятся здоровее, приобретают блеск, значительно меньше выпадают и заметно прибавляют в росте. Натуральные компоненты не несут с собой излишней химии, не утяжеляют волосы, не оставляют тусклую пленку. Рекомендуется использовать средства линейками от одного производителя из одной серии, так как там оптимально подобраны все компоненты, дополняющие друг друга и взаимно усиливающие воздействия. А вы знали, что воплотить в жизнь мечту о длинных и сильных локонах можно без походов к профессионалам? Воспользуйтесь эффективными масками из народных средств, хлебных масок для роста волос, дегтярного мыла, яблочного уксуса, масок для волос с творогом, свежих огурцов, натурального меда, луковых масок для роста волос, горчицы. Полезные видео лучшие средства для роста волос. Супер маска для роста волос. Продолжение следует... Продолжение следует...